Привет, друзья! Сегодня у нас тест булатного ножа, известного мастера пампухи. Несколько слов хочу сказать об этом ноже. Нож, как я сказал, из булатной стали. Я делал несколько роликов измерения твердости ножей. Вот этот нож не попал в ролики. Почему? Потому что при измерении... Значит, нож был заявлен где-то порядка 60 единиц, если не 62 единицы по Раквеллу. Значит, при измерении... Сейчас попробую показать. Ага, вот, значит, видно. Измерение вот в трёх местах. Вот три накола, видимо, видно наконечником этого прибора. Твёрдость показала, значит, вот сверху 53,5 единицы, а вот здесь снизу 55,5 единиц. При всём при том, что там десятки ножей, была измеренная твёрдость, и, значит, колебаний таких больших разброса не было. У меня появилось подозрение, что у этого ножа есть зонная закалка. Вот здесь тоже, если мы посмотрим по рисунку, вот здесь вот край лезвия возле режущей кромки где-то сантиметр, здесь вот полсантиметра, здесь к концу больше. Значит, несколько иной рисунок вот этой стали, и создаётся впечатление, что здесь зонная закалка. Возможно, здесь вот как раз это заявленная твёрдость. Но поскольку здесь вот спуски сделаны таким образом, что, во-первых, не от обуха, во-вторых, слегка вогнутая линза, и просто не было технической возможности сделать измерение точное. Значит, как мы не ухитрялись, ну, где-то 58, вроде бы. Вот если здесь посмотреть на кромки, тоже есть вот эти вот видны наколы, наверное, вот здесь 2-3 наколы непосредственно возле режущей кромки. Это другим прибором, таким переносным. Но всё равно не получилось, в связи с тем, что вот поверхность, так сказать, неровная, и измерение, ну, можно на какой-то горизонтальной поверхности. Вот когда идёт спуск, то там просто невозможно сделать. Несколько слов о качестве изготовления этого ножа. Ну, нож, на мой взгляд, представляет такую, ну, не то чтобы ювелирную работу, но он достоин, чтобы его положить на полку и любоваться. То есть, очень высокое качество, красиво сделано. И рукоять, подгонка деталей, в общем, всё очень красиво. Клинок сам замечательный. Я надеюсь, что этот мастер, что вот этот булатный нож, он действительно булатный нож. Вот. Давайте сейчас посмотрим его заточку. Значит, сразу оговорюсь, когда я затачивал, значит, в одном месте камень соскочил и слегка, значит, сделал, вот, затачивал лански набором. И есть небольшой такой, этот, скол. Вот. Но мы его зафиксируем, и как бы, перетачивать я не стал, вот, из-за одного заусеницы этого скола. Вот он сейчас зацепил. В принципе, заточка неплохая. Вот, опять, где-то в начале, в начале, и вот здесь где-то, ну, есть небольшие. Вот. В принципе, режет замечательно. Так, ну что, приступим. Так, пока проблем нет. Так, с косточками, куриными справляется без проблем. Так, особо я выбирать не буду по суставу. То есть, буду резать и по костям. Единственное, хочу сказать, при геометрии вот такой этого ножа я пробовал, значит, сырой морковь резать. Ну, конечно, этот нож не предназначен не для реза моркови. Ну, в крайнем случае, конечно, можно и морковь порезать. Ну, такое впечатление, что топориком режешь ее. Так. 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 Продолжение следует... Так, с костями хорошо он справляется. Самое главное, посмотрим, как сохранность режущей кромки. Продолжение следует... 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 Так, ну вот, мы закончили разделку. Так, вытираем нож. Витаем доску. Так, исполоснули нож. Так, самое интересное, пробуем резать бумагу. Так, ракурс поймать. Так, непонятно. Хотя нет, режет. Так, все-таки такое впечатление, что он... Нет, вот это вот один, четко который был, он так и есть. Все-таки чуть, мне кажется, чуть хуже стал резать. Так, ну теперь пробуем деревяшку срогать. Так, как он будет справляться с деревом. Ну, в принципе, очень неплохо. Неплохо вгрызается. Очень даже неплохо. Так. 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 Как бы я сказал, резю. достаточно агрессивный и и и и и и и и да очень приятно зарегает так ну все кушек сделали так теперь попробуем попробуем рез знаете я бы не сказал что рез ухудшился вот после курицы даже он как бы хуже был я думаю это он не хуже это может быть он мокрый был может быть здесь где-то косточки осколки костей заставили такое впечатление что сейчас он как бы не хуже режет вот этот вот зацеп один есть но он и был в начале теста до начала вернее теста может быть чуть может быть чуть ну вот как бы вообще-то неплохо так так ну фигурно не режет ну он и до этого то фигурно наверно бы нет неплохо 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 ну вот такой нож всем спасибо за внимание всего хорошего подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем удачи и пока до новых встреч до новых встреч